Всем здравствуйте, меня зовут Юля и сегодня мы с вами поговорим о том, как же избавиться от ненавистных лишних килограмм. На тему похудения сказано и написано много, но я все же хочу ставить свои 5 копеек и поделиться своим личным опытом. Вкратце предыстория. Где-то на первом-втором курсе университета из-за неправильного питания, также образа жизни, я набрала порядка 10-11 килограмм. Мои однокрупники, я думаю, даже это не вспомнят, потому что я довольно высокого роста, 180 сантиметров, и лишний вес как-то на мне распределился равномерно. Но тем не менее, я чувствовала себя от этого ужасно, как физически, так и эмоционально. Я начала стесняться своего тела. Мой размер из XSS превратился в M. Да и вообще, таскать на лишних 10 килограмм, знаете, это не очень приятная вещь. И впоследствии я пришла к тому, что мне нужно похудеть. Конечно же, я выбрала самый неудачный способ. Это всевозможные диеты, голодание, которые заканчивали срывами и приводили к еще большему набору веса. Впоследствии у меня возникли еще более серьезные проблемы, такие как компульсивное переедание и булимия. И все это выглядело как какой-то непонятный замкнутый круг. Я вообще не знала, что мне с этим делать дальше. К счастью, мне повезло, и я встретила очень хорошего специалиста, диетолога и по сместительству психолога Ольгу. К сожалению, я не смогу оставить вам ее контакты, потому что человек немножко переиментировался в другую сферу, и она больше не занимается диетологией. Но я с удовольствием с вами поделюсь той программой, которую Ольга для меня составляла. Я даже специально распечатала, выглядит она вот таким образом. Здесь порядка шести страниц, и я где-то под видео прикреплю ссылку вам, где будет эта информация. Также я оставлю социальные сети. Если кому-то удобнее, вы мне можете написать и на Facebook, и в Instagram, либо же в ВКонтакте, и я вам могу переслать через соцсети. Основной посыл программы в том, что можно похудеть, правильно питаясь, и это не только, едя сугубо капустные листы. В рационе должно присутствовать все, абсолютно все продукты, но в пределах разума. Основные три момента. Это режим, есть приблизительно в одно и то же время контроль порций, то есть придерживаться норм в граммах определенных продуктов. Здесь они все будут, нормы расписаны. Для этого вам понадобятся кухонные весы. Со временем вы от них откажетесь, потому что вы наглазно учитесь определять те объемы пищи, которые вам необходимы. Также есть в этом большой плюс, вам не нужно будет считать калории. Можно похудеть, употребляя тазиками салаты, но вы похудеете, а вот привычка и с тазиками останется. И третий момент, это правильное распределение пищи в течение дня. Мы едим, стараемся есть углеводы в первой половине дня, то есть на завтрак и обед, а уже во второй половине дня мы стараемся есть в основном белки и клетчатку. Естественно, тоже все без фанатизма. Если вы вечером поедите творог с парой кусочков шоколада, либо же добавите туда варенье, ничего страшного не произойдет, поэтому включаем здравый смысл. Также здесь все понятно и доходчиво описано, как питаться, если в вашем графике будет присутствовать спорт. Описано, какие продукты и когда есть, и в каком количестве. Расписаны завтраки, обеды, ужины, также перекусы. Также вам следует выбрать, какого режима дня вы будете придерживаться пятиразового питания, либо же трехразового. И также в зависимости от этого будут расписаны нормы по продуктам. Что касается потери веса, то в пределах нормы, если вы теряете в день порядка 100-200 грамм, может возникнуть такая ситуация, когда вес может не падать и неделю. Но при этом вы придерживаетесь программы, питаетесь правильно, то как бы в этом страшного ничего нет. Наш организм не робот, он старается ко всему приспособиться. Поэтому не бойтесь, все нормально, продолжайте в том же духе и вес со временем снова начнет падать. Также было бы неплохо, если у вас будут напольные весы, чтобы вы следили за своим прогрессом, и тем самым вы будете видеть результаты, и вас это будет мотивировать. Также пару слов хочется сказать про употребление жидкости. Если мы что-то пьем, то мы пьем за 30 минут до приема пищи и через час уже после еды. Этой программой я строго придерживаюсь где-то в течение двух месяцев. Потом это уже стало моим образом жизни. Сейчас мне не нужно ничего взвешивать, естественно, я все определяю на глаз. Я могу вечером сладкого поесть, я могу в один прием еще больше поесть, в следующий я чуть меньше 7. То есть для меня это уже не проблема. Вес у меня не меняется уже на протяжении 4 лет. К счастью, проблемы компульсивного переедания и булимии больше не возникало. Вешу я сейчас где-то 56-57 килограмм, но максимум вес может колеблиться 1-2 килограмма в зависимости от пары года. Я прикреплю здесь свои фотографии, чтобы вы могли представить, как я выгляжу сейчас, потому что через камеру видя только на лицо сложно это представить. Я очень довольна своим телом на данный момент. Вернемся немножко опять в программе. На протяжении где-то 2 месяцев я каждый день писала отчет Ольги. Она проверяла и указывала на какие недосчеты у меня были. Поэтому я предлагаю вам возможность создать профиль в инстаграме и каждый день писать какой-то отчет. Мы можем придумать вместе общий какой-то хэштег. Допустим, давайте как называется мой канал. Не нижнее подчеркивание от Джулии, нижнее подчеркивание марафон. Давайте так, как это было правильно описаться, я напишу под видео. И я смогу тем самым заходить к вам и уже с, так скажем, личного опыта подсказывать вам что-то. Это будет тоже как дополнительная мотивация для вас. За эту программу я отдавала порядка 30-40 долларов. И вам, естественно, я ее прикрепляю бесплатно. Но хочу сказать, что зачастую, получая бесплатную информацию, мы ее почему-то не ценим. Поэтому я вам предлагаю вот что сделать. Вы выделите для себя какую-то посильную сумму и потратите на какое-то полезное дело. Возможно, поддержите какой-нибудь проект на краудфандинге. Либо же соберете какие-то вещи и отнесете в приюм. Либо же в магазине поможете оплатить пожилому человеку продукты, потому что у них сейчас низкие пенсии и зачастую не хватает на нормальную качественную еду. Так вот, вы потратите какую-то определенную для себя сумму денег и тем самым будете считать, что вы оплатили эту программу. И, надеюсь, это как-то повысит ценность той информации, которую вы прочтете. Также я прикреплю программу, которая рассчитана на мужчин, потому что я заказывала программу и для своего брата. Поэтому вы можете посмотреть. И, возможно, она поможет вашим тоже братьям, мужьям, друзьям, если у них есть проблема лишнего веса. Если возникнут какие-то вопросы, то пишите мне под видео. Я с удовольствием на все отвечу. Также хочу сказать огромное спасибо всем тем, кто пишет мне такие приятные комментарии. Я уже год ничего не снимала. И очень приятно читать, что люди смотрят меня, не забыли. Было очень приятно где-то неделю назад получить сообщение о девушке. Она нашла меня в ВКонтакте и написала столько теплых слов. Меня это смотивировало снова вернуться на YouTube и продолжить снимать. свои видео. Поэтому спасибо огромное, что вы меня смотрите и поддерживаете. Спасибо еще раз за просмотр. Всего доброго. До новых встреч. Пока-пока.